Значит, смотрите, я сегодня хочу поговорить про некоторую, как бы это сказать, в общем, по высоконавучному эта штука называется статистическая теория принятия решений. Ну, в целом, это история про то, как оценивать эффективность работы алгоритма машинного обучения в условиях, когда мы считаем, что у нас есть некоторый вероятностный процесс, с помощью которого порождаются наши данные, и мы пытаемся с помощью нашего алгоритма машинного обучения придумать какой-то способ предсказывать какие-то переменные по значению каких-то других переменных. Ну, давайте я начну с такой общей картинки. В целом, все это называется статистическая теория принятия решений. И все это, значит, глобальная ситуация выглядит так. Вот есть у нас какие-то данные, которые мы используем для того, чтобы обучать алгоритм машинного обучения. Есть какая-то обучающая выборка. Но прежде чем что-то делать со всем этим, нам нужно подумать о том, откуда эта самая обучающая выборка взялась, откуда появились данные. Потому что, как таковые данные, мы не можем считать, что у нас данные просто вот есть и все. Нам нужно иметь какую-то более общую модель реальности, в рамках которой эти данные были собраны. И, как правило, эта модель просто основана на каких-то теоретически вероятных понятиях. Значит, ну вот у нас, условно, у нас есть какая-то такая картинка. Значит, у нас есть какой-то процесс, какой-то процесс, порождающий данные. Ну, можно думать про какой-то реальный процесс. То есть, допустим, к вам приходят люди, вы что-то про этих людей знаете, и вам нужно что-то про этих людей научиться предсказывать. Значит, либо можно думать про соответствующие теоретически вероятности на модели, что мы, в общем, сейчас и будем делать. Вот, давайте посмотрим, как это устроено. Значит, у нас есть процесс, порождающий данные. Он генерирует нам данные. Значит, это вот эта самая наша табличка, в которой есть строчки-столбцы. Дальше мы используем какой-то алгоритм машинного обучения для того, чтобы на этих данных обучиться. Значит, происходит процесс обучения. Значит, здесь у нас генерирование. Здесь у нас обучение. Давайте я сразу скажу, что у меня в данных есть переменные, которые мы будем обозначать x-ами. Допустим, вот это будет x. А есть переменные, которые мы хотим предсказывать. Это y. И мы в ходе обучения создаем некоторую как раз функцию, которая нам по x-ам предсказывает y. Значит, у нас здесь получается обученный алгоритм, который есть просто некоторая функция. Давайте я напишу y с крышечкой равняется f от x. И дальше нам нужно как-то оценить, насколько этот алгоритм хорошо работает. Давайте я, чтобы не быть совсем голословным, давайте я приведу какой-нибудь пример. Значит, что такое вот этот процесс обучения и что такое, что это за функция. Ну, допустим, у меня есть какие-нибудь мои данные, устроенные так, что у меня x – это просто одномерная штука, и y – тоже одномерная штука. То есть можно представить себе, что у меня данные устроены таким образом, что это просто набор точек. Вот у меня есть x одномерный, у меня есть y. И данные устроены так, что это просто набор точек. Какой-нибудь вот такой, допустим. И дальше я хочу сделать какую-то такую штуку, я хочу научиться по моим иксам предсказывать, чему равны y. Понятно, что, наверное, точно это сделать не удастся, скорее всего, здесь есть какая-то случайность, но мне хочется научиться это делать каким-то разумным образом. Например, я могу попробовать подобрать некоторую, вот если я так смотрю на этот график, мне кажется, что зависимость, которая у меня есть, она примерно описывается какой-то линейной функцией. Понятно, что у меня нет идеальной линейной зависимости, точки не лежат на одной прямой, но вот мне кажется, что есть какая-то вот такая зависимость, которая вроде похожа на линейную. И тогда я подбираю каким-то образом функцию y равняется, давайте напишу, y с крышкой равняется, допустим, w0 плюс w1x, где w0 и w1 какие-то константы, параметры модели. Подбираемые по данным. И дальше у меня, соответственно, вот эта штука, это и есть моя f от x. Я как бы подгоняю мои w0 и w1 так, чтобы эта прямая, которая у меня получилась, соответствовала бы этой картинке. Что там люди пишут в чатик? Таким образом, процесс обучения, это будет просто процессом подбора вот этих w0 и w1, так, чтобы эта прямая проходила бы примерно вблизи этих точек. Соответственно, это то, как обычно дело происходит. Я сейчас использовал конкретный алгоритм машинного обучения, примерно, и не рассказывал, как точно подбирать w0 и w1. Но в целом то, что я сейчас написал, соответствует конкретному алгоритму машинного обучения именно линейной регрессии. Но бывает не только он, сегодня мы там будем обсуждать другие модели тоже. Но я хочу просто, чтобы было понятно все стрелочки на вот этой диаграмме. Значит, сначала мы каким-то образом породили вот эти вот точки на картинке, потом мы по этим точкам построили прямую, которая является нашей функцией предсказания. Вот. А дальше мы хотим понять, насколько хорошо наша функция предсказывает. Ну, если у нас есть вся вот эта вот картинка, как бы нам понять, насколько хорошо наша функция, хороша она или плоха. Ну, по идее, нам нужно сделать следующее. Нам нужно... Мы хотели бы, чтобы вот эта функция, которую мы, кстати, обучили, чтобы она бы хорошо предсказывала... Но что именно хорошо предсказывала? Значит, чего мы хотим? Ну, вот если думать про вот эту вот линейную зависимость, вот эту картинку, ну, можно сказать, что мы хотим, чтобы у меня эта функция проходила бы вблизи вот этих моих точечек. Но теоретически я мог бы придумать функцию нелинейную, которая бы идеально проходила бы по этим точкам. Например, я мог бы придумать в качестве моей f от x вот такую штуку. Представьте себе, что у меня есть вот такая вот штука. Значит, тут у меня есть мои данные. А в качестве функции я использую такую. Значит, она устроена так. Она везде принимает значение 0, кроме тех точек, которые у меня лежат в данных. А там, где в этих точках она принимает значение, равное соответствующему у. Вот такая функция. Ну, и так далее. Хорошая ли эта функция? Хорошая ли эта функция предсказания? Ну, она ничего, кроме известных нам не дает. Да, значит, единственное, что она делает, она просто запоминает нашу выборку. И понятно, что если я буду пытаться ее использовать для тех данных, которые в нашу выборку не входили, для каких-то новых данных. То есть вот пришел ко мне новый человек, скажем, я научился предсказывать по каким-то характеристикам студента, научился предсказывать, сдаст он курс или не сдаст. Потом приходит ко мне новый студент, и мое предсказание для него, это то, что он не сдаст, если только так не получилось, что он идеально совпадает с каким-то из студентов, которые у меня уже были. Ну, понятно, что, скорее всего, он с кем-то, хоть в чем-то да не совпадает. И поэтому у меня мое предсказание будет всегда типа ноль. И это, скорее всего, не то, что мы хотим. Это, скорее всего, не очень интересный для нас алгоритм. Поэтому чего бы мы хотели? Вот мы хотели бы, чтобы было бы следующее. Мы хотели бы применить вот это наше предсказание к каким-то другим точкам, которые были сгенерированы тем же самым процессом, который был изначально. То есть, на самом деле, для того, чтобы оценить эффективность нашего алгоритма, мы хотим сделать такую вещь. Значит, мы хотим взять новую какую-то точку. Значит, новые объекты. И на этих новых объектах посмотреть, как будет работать моя функция. Значит, применить их к моей функции. И посмотреть, как она будет работать. Будет ли она хорошо предсказывать. Вот. Ну, давайте попробуем это формализовать. Во-первых, ну вот, окей. Допустим, что я получил какой-то новый объект. У этого объекта есть те характеристики, которые мы считаем известными, это tx, и та характеристика, которую нам нужно предсказать, y. Значит, мы считаем, что мы этот самый новый объект породили в результате процесса порождения данных. И знаем правильный y, а еще у нас есть наше предсказание, вот этот y с крышкой. Дальше нам нужно понять, насколько сильно мы ошиблись. То есть, это означает, что нам нужно как-то посчитать расстояние, какую-то метрику рассмотреть, посчитать какое-то расстояние между нашим предсказанием и правильным ответом. Но считать можно это расстояние по-разному. И тут возникает, естественно, образом такая штука, как функция потерь. Функция потерь – это штука, которая показывает, насколько нам плохо от того, что мы насколько-то ошиблись при предсказании. Значит, давайте посмотрим. Нам нужно задать функцию потерь. Значит, чтобы оценить качество предсказаний. Осуществляемых функций f. Нужно задать функцию потерь. Давайте обозначим через l. Это какая-то функция от двух переменных, y и y с крышкой. Значит, y – это верный ответ. y с крышкой – это предсказанный ответ. И эта функция должна показывать, насколько сильно она штрафует, насколько нам плохо от того, что в переверном ответе равном y мы предсказали y с крышкой. Например, значит, пример функции потерь – вот такой. Это то, что мы сейчас будем использовать. Эта штука называется квадратичная функция потерь. И это популярная функция потерь, потому что с помощью нее можно легко развить некоторую теорию, чем мы сейчас и займемся. Но это совершенно не обязательно единственная функция потерь, которая возможна. Бывают и другие. Например, например, вместо квадрата разности можно было взять модуль разности. Эта штука называется Maya – Min Absolute Error. Средняя абсолютная ошибка. Или еще что-нибудь. Например, можете представить себе ситуацию, когда, допустим, у вас ошибки в разные стороны. Вот вы можете… У вас есть какой-то правильный ответ. Вы можете его либо переоценить, либо недооценить. У вас может такое быть, что y в крышке либо больше, y в меньше. Можно представить себе ситуацию, когда переоценка и недооценка имеют разные последствия с практической точки зрения. Допустим, вы проектируете какую-нибудь систему, которая предсказывает, сколько вам нужно блинчиков испечь на сегодня. Вы, допустим, делаете какое-нибудь кафе. И у вас есть система, которая на основании каких-то параметров по сегодняшний день пытается вам предсказывать, сколько вам нужно сегодня испечь блинчиков. Сколько к вам сегодня приедет клиентов и, значит, сколько они съедят. И тут нужно смотреть. Если, например, вы торгуете исключительно блинчиками и вы умеете эти блинчики долго хранить, допустим, они подлежат заморозке, то тогда, если вы их с печатью чуть больше, чем надо, это не проблема, вы их просто на следующий день оставите. А если вы их с печатью меньше, чем надо, то вы потеряете какую-то прибыль. И у вас будет, естественно, цена ошибки в одну сторону и в другую сторону будет разная. И в этом случае функция потерь может быть устроена несимметрично. Например, она может быть какой-нибудь вот такой. Скажем, у вас может быть потеря в одну сторону, скажем, недоиспечь блинчиков могут расти гораздо быстрее, чем испечь больше, чем надо. Вот вообще выбор функций потерь – это вопрос понимания того, как у вас устроены задачи, какие у вас реально есть, как у вас ваш бизнес-процесс устроен, такая задачка практическая. Ну, в общем, я просто сейчас хочу показать, что функции потерь бывают разными. И мы будем дальше использовать все-таки квадратичную функцию потерь, ну, потому что я говорю, что хорошая теория легко справится с ее помощью, а дальше у нас будет некоторая интуиция, которую можно будет применить в других местах, даже там, где функция потерь будет другой. Теперь, смотри, значит, у нас есть эта функция потерь, и что мы теперь можем сделать? Мы теперь можем нагенерировать новых объектов, которых наша система не видела в процессе обучения, и посмотреть, чему равняются значения функции потерь на вот этих самых новых объектах. То есть мы берем эти новые объекты, подставляем соответствующие иксы в нашу предсказательную функцию, она выдает нам какое-то предсказание, потом мы с помощью функции потерь сравниваем предсказание с правильным ответом. Так, сейчас у меня что-то отключилось, одну секунду. Вот. Ну, давайте немножко формализуем. Значит, здесь вот я все писал процесс порождения данных, но непонятно, что это такое. Но давайте мы это формализуем в виде некоторого вероятностного распределения. Сейчас у нас жизнь будет устроена таким образом. У нас есть иксы, которые находятся в пространстве. Давайте я скажу, пусть они лежат в пространстве rd. rd – это те признаки, которые нам известны. Ну, давайте сейчас для простоты рассматривать задачу регрессии. То есть y лежат в пространстве r1. Мы считаем, что у нас наши данные были порождены таким образом. Значит, процесс порождения данных устроен так. Значит, у нас есть две случайные переменные. x-большое и y-большое. Значит, это некоторая пара случайных переменных. И у них есть какое-то совместное распределение. Они не обязаны быть независимы друг с другом, а наоборот, мы как раз предполагаем, что между ними есть какие-то театрико-вероятностные зависимости. И мы как раз хотим использовать эти театрико-вероятностные зависимости, чтобы научиться предсказывать y по x с некоторым совместным распределением. Дальше. Значит, мы считаем, что наши данные были порождены как то, что называется iID-выборка. Значит, данные. Вот у нас есть табличка наша. Значит, как она устроена. Здесь у нас есть x1-1 и так далее. x1-d, y1. Значит, а здесь у нас есть... Давайте считать, что у нас есть L-строчка в этой таблице. Значит, xL-1, xL-d, yL. Значит, вот наши данные. Это наша табличка. По столбцам у нас признаки, по строчкам у нас объекты. И мы считаем, что каждая строчка этой таблицы – это результат независимого генерирования из вот этой пары случайных величин. То есть у нас есть пара случайных величин, мы можем из них порождать то, что называется независимую и одинаково распределенную выборку. Значит, мы считаем, что все строчки это независимые как бы независимые экземпляры пары x, y. Вот. Значит, и это наши данные. Тогда можно, если у нас есть наша функция, которая делает нам предсказание, можно оценить, насколько хорошо она работает. Значит, давайте введем такую штуку, как ожидаемая ошибка предсказания. И это такая вещь. Это просто мат ожидания функции потерь на паре. Значит, как я пишу, у меня правильный ответ y. Значит, на паре y, f от x. Значит, здесь имеется в виду, что, опять же, x и y распределены в соответствии с нашей парой случайных величин x большой и y большой. Значит, вот эта штука, это какая-то уже конкретная величина, которая зависит от f. И... Значит, она по определению называется hdm ошибка предсказания для функции f. То есть, как бы, что мы говорим? Мы говорим, что давайте мы сделаем такую вещь. У нас есть какая-то функция, которая что-то нам предсказывает. Мы нагенерируем много-много-много данных из нашего процесса порождения данных и усредним значение функции потерь вот на таких штуках. Вот ip, это как оно? По-английски ожидаемое? Expected prediction error. Рождаем ошибку предсказания. Вот. Это будет уже какое-то конкретное число. То есть, если зафиксировано вот это распределение x, y, если зафиксирована функция f, то вот эта штука, это просто некоторое конкретное число. И это как раз мы будем говорить, что вот это число как раз имеет то, насколько плоха наша функция f. Чем она больше, тем хуже. Понятно ли, как эта штука устроена? Давайте я в качестве еще примера напишу такой. Давайте посмотрим, как может быть устроена вот эта пара случайных величин x, y. Довольно часто удобно совместное распределение задавать таким образом. Можно задать, как распределен x, а потом задать, как распределен y при данном фиксированном x. Ну вот, пусть у нас, например, x распределен в соответствии с каким-нибудь нормальным законом. Допустим, я не знаю, с нормальным законом, с матожиданием 4 и дисперсия 1. Например, будет какая-то такая штука. Значит, у нас здесь есть число 4. У нас x распределены как-то вблизи этой четверки. Если я нагенерирую много x, то они будут как-то вот так вот лежать. А y, например, можно как-нибудь так задать. Скажем, y это есть... Ну, давайте я так напишу, что... Можно сказать, что y это есть, скажем, 2x минус 3 плюс epsilon, где epsilon тоже нормально распределен, скажем, с матожиданием 0 и дисперсией, скажем, 1 сотая. Значит, что это означает? Это означает, что у меня есть какая-то линейная функция. 2x минус 3, это что такое будет? Это в четверке, оно будет какое-то значение принимать? 2x4, 8, минус 3, 5. Где-то вот такое. Значит, у меня есть вот какая-то вот такая линейная функция, и я считаю, что мои точечки как-то разбросаны вблизи этой линейной функции. И это мой процесс порождения данных. Как-то вот так-то не устроено. Значит, можно было бы это записать таким образом. Можно было бы сказать, что у нас распределение y при условии, что x большое равен какому-то конкретному числу. Значит, это штука, которая задается нормальным распределением. А с какими параметрами? 2x минус 3 и 1 сотая. Да. Значит, я сейчас просто взял какой-то конкретный x. Вот у меня есть какой-то конкретный x. И при этом фиксированном x у меня есть условное распределение y. Значит, вот это y, вот это x. И это условное распределение, это нормальное распределение, ну вот поскольку оно получается из распределения ε сдвигом вот на эту константу, то просто вот эта константа является матожиданием. Значит, это нормальное распределение 2x минус 3 с дисперсией 1 сотая. Ну или можно было бы задать совместную плотность величины x и y. Ну понятно, как это сделать. Нужно было просто перемножить две плотности. Вот. Значит, плотность x умножить на вот эту вот условную плотность. Вот. Значит, это пример одного из возможного способа, каким данные теоретически в нашем модельном восприятии, как данные могли бы генерироваться. и, соответственно, мы, на самом деле, будем часто этот пример использовать, но сейчас просто у меня хотелось привести пример к чему-то простому. Вот. Соответственно, дальше, рассмотрев любую функцию f, пользуясь вот этой вот штукой, мы можем найти вот эту самую epe. Как скажите, есть ли какие-то вопросы? Значит, с одной стороны, вроде бы, ничего сложного, с другой стороны, тут много какого-то, какая-то достаточно абстрактная конструкция. Я хочу понять, в какой мере она ясна. f от x это в нашем случае 2x минус 3? Нет, 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 смотрите. Да, это очень хороший вопрос, спасибо. Смотрите, значит, в идеале мы бы хотели бы, на самом деле, как мы сейчас выясним, в идеале мы бы очень хотели бы, чтобы наша f была бы вот этой самой 2x минус 3. Но в действительности наша f это какая-то функция, которая будет нам как-то предсказывать y по x. Она может даже не обязательно быть линейной, она может как-нибудь вообще быть устроена вот так вот. Это какая-то функция. То есть тут, смотрите, тут нужно отделять то. То есть вот у нас есть, с одной стороны, у нас есть некоторые представления о том, как в принципе может быть устроен процесс порождения данных, а с другой стороны, у нас есть какая-то конкретная функция, которая у нас получилась в результате алгоритма машинного обучения, и которая, которая мы проверяем. Теоретически, вот для всей этой постановки, для всей этой постановки задач, для вычисления этого ЕПЕ, нам от функции f ничего не нужно. Любая функция f подойдет, просто они будут по-разному плохи. Может быть, это линейная функция, если мы, например, искали эту функцию в классе линейных, но она совершенно не обязана совпадать с вот этой 2x минус 3. В идеале мы бы хотели бы, чтобы совпадало, но на практике мы практически никогда не можем восстановить настоящий закон порождения данных, потому что у нас ограниченное количество данных, и оно сообщает нам информацию про закон порождения данных только с какой-то, с какой-то долей незнания. И в некотором смысле вот эта вот штука, она будет мерить зазор между идеальным предсказанием и тем предсказанием, которое у нас получилось. Еще вопросы? Все понятно. Отлично. Так, ну что, давайте тогда попробуем. Значит, смотрите, сейчас я буду заниматься такой довольно теоретической штукой. Вот на самом деле, на практике, когда нас интересуют с практической точки зрения, как устроены теоретические алгоритмы машинного обучения, нас, в общем, в основном интересует вот эта стрелочка, но сейчас мы займемся вот какой вещью. Сейчас мы будем предполагать, что нам доступны не просто данные, а нам доступен вот этот сам процесс, порождающий данные. То есть мы знаем, как он устроен. Иными словами, мы знаем вот то самое совместное распределение X-ов с Y-ками, которое у нас тут фигурирует. Вопрос. Как в этом случае должен выглядеть, как должна выглядеть вот эта функция F от X, чтобы быть самой хорошей? То есть, чтобы минимизировать вот эту самую EPE expected prediction error? Значит, это немножко теоретическая конструкция, потому что, как я уже сказал, на практике у нас нет доступа к этому совместному распределению. Но представим сейчас на секундочку, что доступ есть. Как тогда построить самую идеальную функцию F? В этом случае это можно сделать, по крайней мере, для квадратичной функции потерь, просто в явном виде. Давайте сделаем это. как найти идеальную предсказывающую функцию F, если известно совместное распределение X, Y. Ну, давайте смотреть. Значит, мне сейчас понадобится такая лемпа. Значит, мне сейчас нужно будет считать некоторые матожидания по... матожидания вот такого вида, и я хочу их разбить в последовательное применение матожиданий. Значит, давайте я скажу так. Пусть F некоторая... Давайте F от X, Y. Значит, измеримая функция. Я утверждаю следующее. Значит, если у меня есть X и Y, значит, это какие-то случайные величины, которые имеют некоторое совместное распределение, значит, я могу задаться таким вопросом. Я хочу посчитать матожидание от Fiat XY, и я хочу это матожидание расписать в таком виде. Значит, это матожидание, где X выбирается просто из распределения для X, от такой штуки. матожидание, где Y выбирается из условного распределения Y при условии, что X равен X от моей функции F от XY. Давайте посмотрим, что здесь написано. Вот у меня есть пара случайных величин X и Y, и у меня здесь есть какое-то их совместное распределение. Но давайте я буду считать, что у меня есть совместная плотность. Эта плотность какой-то функции задается. Значит, то, что я сейчас нарисовал, это линии уровня плотности. Значит, вот это линии уровня совместной плотности. P, X, Y. Вот. И теперь, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что если я считаю от ожидания F, значит, просто рассматривая вот эту пару величин, глядя на их совместную плотность, то это все равно, что сделать такую штуку. Что такое мат-ожидание F вот для вот так выбранной случайной величины? Ну, это означает, грубо говоря, что я генерирую много-много отдельных точечек из моего вот этого распределения, совместного распределения X и Y. И дальше считаю значение F в этих точках. И дальше там устремляю количество точек бесконечности и вычисляю среднее значение F по всем этим точкам. Это будет мое мат-ожидание, вот то, которое написано слева. Что такое мат-ожидание? Что это за формула, которая написана справа? Она говорит следующее. Она говорит, что я могу сделать такую вещь. Я могу сначала выбрать точку X из маргинального распределения X большого. То есть вот это X большого это как бы распределение X и Y эксприцированное на ось X. Понятно, что такое маргинальное распределение? Я не помню, было это слово в домашке. Было. Все знают тогда, что это такое. Если что-то, если я произношу какие-то слова, которые кому-то незнакомы, вы просто останавливаете и спрашиваете. Хорошо? Вот. Значит, я выбираю X из маргинального распределения для X большого. И после этого я рассматриваю условное распределение Y при условии вот этого X. То есть я рассматриваю как бы я генерирую много-много точек, но теперь уже с фиксированным X, а именно вот каких-то вот таких вот точек. Выбираю Y в соответствии с этим маргинальным распределением. Не с маргинальным, а с условным распределением. и дальше я считаю значения фи вот в этих точечках, усредняю их и получаю таким образом вот эту величину. Эта величина сама зависит от выбора X. И если X является случайной величиной, то эта штука сама является условной случайной величиной. Это условное мат-ожидание на самом деле. После этого я могу посчитать мат-ожидание от вот этой новой случайной величины. То есть теперь я могу усреднить по всевозможным выборам X в соответствии с этим распределением. Оказывается, что получается одно и то же. Ну и в принципе это логично, потому что грубо говоря получается одно и то же распределение. Понятно ли формулировка леммы? Понятно ли, что здесь сказано? Давайте докажем ее. Я буду доказывать при условии, что есть совместная плотность. Ну там если нет совместной плотности, то там допустим, если одна увеличена дискретно, а другая непрерывно, ну там нужно будет немножко повозиться. Давайте для простоты считать, что пусть есть совместная плотность. Тогда что можно сказать? Можно сказать, что слева у нас записан интеграл Fiat XY от вот этой самой совместной плотности PXY совместную плотность я буду обозначать вот так. Значит, Fiat XY P от XY DX DY значит, это то, что написано слева, а то, что написано справа, давайте посмотрим. Если у меня вот такая совместная плотность, как мне найти плотность условную? Чему равняется PY при условии X? Чему равняется вот такая штука? Значит, это функция от Y для фиксированного X. Значит, чему эта штука равна? PXY делить на PX. Ну да. Значит, это есть P вот такая штука разделить на PX от X. Просто по определению условной плотности. И теперь, значит, если я хочу посчитать штука, которая написана справа, ну давайте посмотрим, как она выглядит. Значит, это будет интеграл от интеграл. Значит, ну давайте считать, что у меня здесь интеграл по всему пространству. Давайте я просто напишу по омеге. Значит, по омеге, которая включает в себе X и Y. Значит, здесь у меня будет такая штука. Здесь у меня будет интеграл. Значит, внутренняя функция устроена так. Fiat XY я интегрирую по вот этой самой условной плотности. Значит, PXY разделить на PX от X и здесь у меня будет интеграл по DY. И это будет по всем Y. А дальше я должен эту штуку проинтегрировать еще по PX от X DX. И это по всем X. Ну, и теперь видно, что просто когда я перейду, так сказать, заменю эту штуку на двойной интеграл по всему произведению омега X на омега Y, значит, у меня я могу просто внести вот эту штуку под внутренний интеграл, вот эти штуки сократятся и останется ровно на то, что написано слева. Ну, в общем, было бы странно, если было бы не так, тогда бы я бы сказал, что с нашим определением условного распределения что-то не то. Как реалистично выглядит ляма? Окей, будем считать доказать. Будет ли какие-то проблемы, если плотность равна нулю, например, мы делим? Если плотность в каких-то точках равна нулю, значит, у нас может быть проблема, ну, вот здесь у нас может быть проблема, если мы делим здесь на эту плотность. Ну, смотрите, давайте считать, что мы просто я хочу, чтобы у меня вот эта вот условная плотность была определена, и это означает, что ну, как бы давайте считать, что я просто интегрирую только по той области, где вот эта штука не ноль, просто по носителю вот этой плотности интегрирую. Ну, окей, понятно, что могут быть разные ситуации, например, у вас может быть х просто дискретный какой-то, и тогда там никакой плотности нету, а есть просто какие-то атомарные меры, ну, значит, тогда нужно будет по-другому записывать. Какие-то формулы чуть-чуть меняются, там, вместо деления на плотность будет деление на вероятность, там, где-то вместо интегрирования появится суммирование, ну, в общем, по смыслу все будет примерно то же самое. Давай читать, что у меня вот это вот омега-икс, это просто носитель той меры, которая соответствует этому маргинальному распределению. Поэтому вот эту штуку не обнуляется. Вот. Есть еще вопросы про эту ляму. Мне эта ляма полезна, потому что мы сейчас займемся следующим. Меня сейчас будет интересовать то, что происходит вот здесь. То есть, я буду фиксировать x и смотреть, какое бы мне сгенерировать предсказание, какое бы y сгенерировать. Вот эту штуку я могу просто ее выкинуть из моего анализа. Ну, давайте посмотрим, что я имею в виду. я сейчас хочу найти мы хотим минимизировать вот эту самую expected prediction error, hdm-ошибку предсказания от нашей функции f. Я напомню, что это самая ожидаемая ошибка предсказания. Это есть мат ожидания по xy, взятым из совместного распределения xy функции потерь y f от x. Или что то же самое по лямме, как мы только что доказали. это такая штука. Значит, мат ожидания внешняя будет по всевозможным x, мат ожидания внутренние будет по y из условного распределения вот такого. от функции l y f от x. Значит, смотрите, что теперь происходит. Если посмотреть на вот эту формулу, то видно, что нам на самом деле нужно оптимизировать как будто у нас для каждого конкретного x. нам нужно просто подобрать f от x, чтобы вот эта штука была бы как можно меньше. Если мы хотим, чтобы все вот это мат ожидания было как можно меньше, мы его можем, так сказать, поточечно для каждого конкретного x минимизировать, решать эту задачку поточечно для каждого конкретного x. и если у меня x зафиксирован, то у меня вот это f от x это просто какое-то конкретное величие, это какой-то y, y с крышкой. Значит, таким образом, моя задача сейчас сводится к следующему. Я хочу научиться минимизировать такую штуку. Значит, хотим минимизировать y. Давайте я обозначу вот так вот. Значит, минимизировать вот эту штуку по y с крышкой. То есть, мы хотим сделать следующее. Мы хотим сказать, что у нас, если мы вот такую минимизацию сделаем, то тогда наш f от x это будет как раз argmin по y с крышкой от вот этой самой величины, от вот этой штуки. Что такое argmin? argmin это та точка, в которой функция достигает своего минимума. Аргумент, который минимизирует нашу функцию. Вот эта штука, это функция, значит, если у нас зафиксирована функция потерь и зафиксирован x, то тогда и зафиксировано вот это распределение, тогда вот вся вот эта вот штука это просто функция от y с крышкой. И я просто ее хочу минимизировать. Значит, вот для каждого x я получаю свое значение этой, свое y с крышкой, которое минимизирует эту штуку, и я скажу, что мое f от x будет просто этим самым, значением этого самого минимума. не значение минимума, а точка, в которой это минимум достигается. вот. Ну, давайте это сделаем. Значит, для квадратичной функции потери это можно сделать в явном виде. Значит, у нас получается такая штука. Мат ожидания по y из вот такого распределения y минус y с крышкой в квадрате, и я это дело хочу минимизировать по y с крышкой. Значит, вот такое обозначение используется, когда мы говорим, что мы решаем оптимизационную задачу, мы хотим эту штуку минимизировать по вот этой величине. Это не предел, эта стрелочка не имеет смысла предела, а эта стрелочка имеет смысл решения оптимизационной задачи. Но умеете минимизировать функцию одной переменной? У нас y с крышкой одномерный. Значит, как это сделать? Производную можешь взять. Производную взять. Давайте возьмем производную. значит, я просто дифференцирую. Так, что такое у меня? Значит, мне нужно просто продифференцировать эту штуку по y с крышкой. Значит, дифференцирование с мат-ожиданием перестановочной, поэтому можно просто все равно, что взять мат-ожидание от производной. или все равно, что взять мат-ожидание от минус. Что здесь получается? Минус нужно вынести, Минус 2 y минус y с крышкой. Значит, получается вот такая штука. ну и теперь у меня y с крышкой это константа, она не является случайной величиной, и поэтому я могу это просто написать так, что это есть минус 2 мат-ожидание вот такой штуки. вычесть y с крышкой. Ну и дальше, если я хочу все это дело приравнять к нулю, чтобы найти точку минимума, понятно, что это просто означает, что у меня y с крышкой это есть просто мат-ожидание вот этого самого y. Ну или можно это переписать в таком виде, это просто мат-ожидание от вот этого распределения y при условии, что x равняется x. То есть, иными словами, что мы выяснили? Мы выяснили, что в качестве самого лучшего предсказания, которое только можно представить, нужно брать, если у нас квадратичная функция потерь, нужно брать просто мат-ожидание вот этого условного распределения y при заднем x. Естественно, это работает только в том случае, мы можем найти это мат-ожидание только в том случае, если мы действительно знаем это условное распределение для каждого x. На практике мы этого не знаем, но теоретический результат вот такой получен. Итак, если я хочу найти лучшее предсказание завище от x.a. это просто мат-ожидание вот такой штуки. понятно ли эта история? Надо сказать, что вот эта формула верна только для квадратичной функции потерь. Вообще говорят, для неквадратичной функции потерь тут может возникнуть какая-то другая штука. И это, кстати, довольно хорошее упражнение посмотреть, а что будет, если функция потерь не квадратичная, а, например, модуль разности y-y с крышкой. У нас будет в домашке, в какой-то стереотических домашек будет такая задача. Но для квадратичной функции потерь это частное мат-ожидание, это на самом деле сильно упрощает анализ. В принципе, это как бы неудивительно. просто, если вернуться вот сюда, даже сейчас куда, вот сюда вот. Помните, значит, вы спрашивали, правда ли, что f это вот это 2x-3 здесь? И я сказал, что на самом деле f это в неком смысле, что если бы так оказалось, что f это 2x-3, то это было бы как раз идеальной ситуации, идеальное предсказание. ну вот я как раз имел в виду, что если мы, поскольку у нас epsilon имеет мат-ожидание 0, то условное мат-ожидание y при заданном x, это будет как раз 2x-3. И поэтому, действительно, если наша модель генерирования данных, процесс генерирования данных устроен вот таким образом, то, ну и лучше, возможно, предсказание, это именно просто y x равняется 2x-3. Но уж что мы там получим на самом деле, это зависит от того, как алгоритм мы применяем. Есть ли какие-нибудь вопросы на текущий момент? Хорошо, давайте попробуем теперь придумать самый лучший алгоритм машинного обучения. Именно, мы знаем теоретически самый лучший алгоритм машинного обучения, он вот такой. Теперь проблема состоит в том, что мы не можем посчитать в явном виде вот это мат-ожидание. Но у нас теперь есть какое-то количество данных, то есть какое-то количество значений, которые получены в результате независимых реализаций вот эта самая пара случайных величин x и y. У нас теперь есть какое-то количество точек, я опять буду рисовать картинки в осях x и y. У меня есть какое-то количество точек здесь каких-то, они могут быть как угодно устроены. Как-нибудь вот так, например. Я хочу придумать предсказание для какой-то конкретного x, вот для этого x. Как бы мне это предсказание найти, если я знаю, что самое лучшее предсказание задается вот такой вот штукой? Я бы хотел как-то аппроксимировать вот это мат-ожидание. Как бы мне это сделать? Попробовать найти некоторые некоторые попробовать просуммировать все значения вот y обратно пропорционально расстоянию от x да, да, есть такой подход. Действительно, значит, то, что вы предложили, это можно так сделать, но можно сделать даже чуть проще. Значит, действительно, идея такая, что мы хотим, ну вот как бы мы хотим предсказывать, мы хотим найти аппроксимацию для вот этого вот мат-ожидания. в идеале мы бы хотели генерировать много y конкретно с данным x. но проблема в том, что у нас нет этих y, мы не можем, у нас нет доступа к нашей штуке, которая генерирует нам данные, и даже если было бы возможно, что мы не можем там фиксировать, задавать призвольным образом x. Но что мы можем сделать, это мы можем для данного x выбрать какие-то близкие точечки из нашего набора данных, например, вот эти три точки, которые ближе всего, и усреднить по ним. Значит, выдать в качестве f от x, например, это усреднение значений y y и и для x близких к x. Действительно, можно усреднять разные x с разным весом. Но тут зависит от того, во что вы верите. Например, если вы верите просто в какую-то непрерывность функции, вот этой функции f best, то тогда вы понимаете, что у вас жизнь устроена так, что у вас есть какая-то непрерывная функция, которая здесь была, и ваши настоящие данные распределены как-то вблизи этой функции. Для каждого фиксированного значения x значение этой функции f best является матожиданием соответствующего условного распределения. у вас сдвиги вверх и вниз имеют нулевое мотожидание относительно этого значения. Но если вы верите только в локальные свойства этой функции, то тогда вы понимаете, что значение функции вот здесь никак не влияет на ее значение здесь. Важны именно локальные значения, и поэтому возможно, что брать даже с маленьким весом какие-то значения здесь не очень имеет смысла. Хотя может быть и имеет. в общем самый простой метод, который здесь можно придумать, это так называемый метод к ближайших соседей. Значит, метод кнн. К nearest neighbors. и он устроен просто так. просто берем значит f это просто есть среднее значение y для k ближайших соседей к x. В данном случае, например, я нарисовал картинку для k равного 3. я вот для этого x выбрал три ближайших соседа и значение y для этих трех ближайших соседей усреднил. Например, можно рассмотреть 1nn. Это когда вы просто выбираете в качестве предсказания просто выбираете значение в y для ближайшего соседа к x. Никакого усреднения вообще в этом случае не происходит, а просто выбираете соответствующее значение. Метод к ближайших соседей очень приятный тем, что он ужасно понятный и его хорошо изучать теоретически. По крайней мере, это редкий случай, когда мы можем много чего теоретического вытащить. И плюс ко всему он хорошо обоснован вот этой формулой. Мы, наверное, на следующей лекции или через лекцию поговорим поподробнее, чем он плох. Так, казалось бы, можно ли придумать что-то лучше, чем метод, который непосредственно реализует теоретически самый лучший алгоритм. Ну, оказывается, что в некоторых ситуациях он все-таки совсем неоптимальный, но он хорош тем, что про него можно хорошо и подробно думать про всякие разные штуки, про всякие разные свойства этого алгоритма. есть ли какие-нибудь вопросы? Давайте я проверю, все я рассказал, что хотел рассказать на текущий момент. так, Так, ну что, пока понятно, да? Хорошо, смотрите, давайте я тогда еще скажу два слова про то, что происходит на практике. Мы сейчас все это обсуждали в таком очень хорошем теоретическом сеттинге, когда нам было известно то, как устроено совместное распределение X и Y. На практике, естественно, вы не имеете доступа к этому совместному распределению, а вам все равно нужно оценивать то, насколько хорошо работают разные алгоритмы машинного обучения. То есть, грубо говоря, вам нужно, вам бы очень хотелось бы уметь оценивать штуку, которая похожа вот на это вот EPE. Что же у меня сегодня отваливается-то постоянно? Значит, что происходит на практике? Значит, на практике найти EPE явно невозможно. Так как у нас нет доступа к совместному распределению X и Y. Но можно некоторым образом его приблизить. Что такое по смыслу это самое EPE? Это средняя ошибка, это ожидаемая ошибка нашей функции F на каких-то объектах, которые были сгенерированы заново. То есть, мы как-то получили функцию F, а потом мы сгенерировали новые данные, на которых мы дальше стали проверять, насколько хорошо эта функция F работает. На практике, конечно, у нас функция F не возникает из ниоткуда, она возникает в результате вот этого этапа обучения. То есть, у вас есть какой-то набор данных, вы этот набор данных используете, чтобы найти какую-то функцию F. Казалось бы, откуда взять еще какие-то объекты для того, чтобы проверить качество ваших предсказаний. Но ответ, ниоткуда их не взять, нужно использовать те данные, которые у нас есть, но для того, чтобы обеспечить независимость тех данных, на которых мы проверяем, с теми данными, на которых мы обучались. Нам нужно просто разбить нашу исходную выборку на два кусочка. Один кусочек будет называться обучающий выборка, другой будет называться тестовой выборкой. В простейшей схеме кросс-валидации есть просто две выборки. Почему это действительно будет приближением к этому самому EPM? Ну, дело в том, что мы верим в то, что у нас, если мы верим в наше исходное предположение, которое состояло в том, что у нас строчки нашей таблицы друг от друга независимы. Они являются, так сказать, независимыми реализациями этой пары случайных величий индекса Y. Если мы в это верим, что, вообще говоря, не всегда правда на практике, но, опять же, большая часть статистики машинного обучения основывается на том, что мы в это верим, в эту гипотезу о независимости элементов данных. То есть, если мы в это верим, то тогда мы просто можем использовать какой-то кусочек наших данных в качестве вот того самого приближения к новым сгенерированным объектам для того, чтобы оценить качество работы модели, качество работы предсказательной штуки. Значит, как это происходит на практике? Значит, на практике это называется кросс-валидация. Там есть разные схемы, но давайте я скажу про самую простую. Значит, кросс-валидация. Весь набор данных. Как правило, случайным образом, на всякий случай, случайным образом делятся на две части. Обучающую выборку и тестовую выборку. Обучение, то есть поиск, то есть выбор функции F происходит по обучающей выборке. Оценка качества по тестовой. Значит, которая в силу предположения о независимости. Значит, это независимость элементов выборок. Значит, вроде как независимо от тестовой. И таким образом, если у нас есть разные методы машинного обучения, мы можем, пользуясь каким-то датасетом, мы можем пытаться оценить, насколько хорошо они работают и насколько хорошо они предсказывают те значения Y для тех объектов, которых они еще не видели изначально в процессе обучения. То есть, например, если вернуться к вот этому, значит, очень плохому методу машинного обучения, который я придумал в самом начале, а именно который просто запоминает те значения, которые у нас есть в обучающей выборке, и дальше строит вот такую функцию, которая ноль всюду, кроме ровно тех значений, которые в выборке есть. Понятно, что если у нас, например, X выбирается из какого-то абсолютно непрерывного распределения, тогда два независимых значения X никогда не могут совпадать, вероятность их совпадения равно нулю. И это означает, что на кросс-валидации вот такой алгоритм обучения будет всегда показывать нулевой результат. Значит, ну, не нулевой, а в том смысле, что самый плохой. Ну, окей, может быть, не самый плохой, но очень плохой. Значит, он всегда будет выдавать у нас предсказания, всегда будет просто тождественно нулевыми, и, конечно, это гораздо хуже, чем могло бы быть. Вот. А дальше уже можно смотреть, что и как работает практически, глядя на данные кросс-валидации. Вот. Хорошо. Ну что, есть ли еще какие-нибудь вопросы по сегодняшней лекции? А вот по сегодняшней лекции нет, а, в принципе, есть где-нибудь видеозаписи, выкладываются в прошедших лекциях? Выкладываются, да. Смотрите, у нас есть страница курса. Значит, у нас есть чатик, и есть страница курса. Если вы зайдете на сайт, допустим, сейчас я напишу просто в чатик ссылочку. Вообще, если вы зайдете на wiki.cs.ru, то вы там наш курс найдете. Давайте я сейчас... Я там был вроде. Вы там были. Там есть ссылки на записи, я добавил. Ну, я добавил вчера, но... А, конечно. Значит, теперь они там точно есть. И если вы еще не в нашем чатике, то подключайтесь к чатику, потому что как раз все объявления там. Да, в Телеграме. Там есть канал и чатик. На все информации на странице курса, в том числе и видеозаписи, лекции и даже семинаров в некоторых. Еще вопросы? Спасибо.